На Спасском проезде дом 6 недавно заменили входные двери, но рослому человеку тут не пройти. Дальше высокий порог, что можно и ноги переломать. Такова ситуация во втором подъезде дома номер 6 в декабре прошлого года в домах 5, 6 и 7. По Спасскому проезду поставили новые входные двери, только вот жители сетуют, раньше было даже удобней. Если вот высокий человек просто ударишься лбом, а если поторопишься еще и ступенькой, там низкая, нет ступеньки, можно упасть. И вот кто пожилые люди, и с детьми очень тяжело и входить, и выходить. Жители первого подъезда дома номер 6 тоже жалуются на высокий порог, но тут он оказался снаружи здания. На нем постоянно образуется наледь. Двустворчатая дверь, говорят, тоже крайне неудобная. Вот практически невозможно, даже боком приходится проходить. Вот, ведь здравый смысл должен быть, допустим. Они прекрасно понимают, что здесь люди, здесь инвалиды. На коляске, с детской коляской пройти невозможно просто. У меня два инвалида. Муж инвалид третьей группы, которая плохо ходит. И лежит первая группа бабушка. Я ее не могу ни вывезти, ни в больницу, никуда, потому что невозможно. Двери узкие. Открывать две двери. Мало того, что тугой доводчик, сам доводчик, там приходится мужиков открывать, так еще и приходится вторую дверь открывать. Поначалу, когда поставили дверь, в подъезде сразу тепло стало. И получается, что у нас вторую половину открывают, и получается, что подъезд... И опять холод идет. И никакого не тепла, да, опять все холодно. Подъезд на распашку. На вопрос, обращались ли куда с этой проблемой, местные жители ответили. Я вот написал программу «Мой подъезд». Так. Ну, тишина пока. Мы не знаем, кто нам поставил. Кто поставил? Кому обращаться? Также жильцы жалуются на протечки крыши. И грызунов по крыше, говорят, неоднократно отправляли жалобы на портал Добродел и в управляющую компанию. Ведь кровля не ремонтировалась уже 20 лет. Все потом чернеет. Начинается грибок. Я живу на первом этаже, во второй квартире и в третьей квартире поймали. Я поймала две крысы и сосед поймал две крысы. Мы связались с УК ЖКХ с просьбой прокомментировать ситуацию. Заявления от жителей были в части протечек кровли по этому дому. В связи с чем на этот год, на 2020, в администрацию поддана документация на выделение субсидии бюджетной на проведение капитального ремонта кровли. А вот про претензии жителей к установленным дверям, как оказалось, управляющая компания слышит впервые. Никаких заявлений в наш адрес от жителей не поступало. Когда производилась замена дверей, собственниками, ну, старшими домов подписаны все акты выполненных работ в части замены дверей. И никаких там претензий в этой части не было. На сегодня намечен выезд туда. Значит, комиссионно мы выедем, посмотрим. Пока этот сюжет готовился к эфиру, стало известно, что по итогам встречи с жителями была заказана новая дверь для первого подъезда. Ее установят уже в субботу. На следующей неделе во втором подъезде сделают пандус и проведут дезинфекцию всего дома. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.